всем привет ребята это алекс дозор и у нас сегодня тот самый battle гарнитур и окончательная скажем так окончательный выпуск окончательный видосик для этого розыгрыша может потом что-нибудь еще придумаем ну пока давайте закончим с этим разберемся я разберусь как это делается уже для меня все это в новинку и в диковинку и так чтобы принять участие в розыгрыше вы должны быть подписаны на мой канал желательно поставить мне лайк очень бы мне так хотелось бы вот и проверить я это не смогу ну как по-честному между нами девочками мальчиками но мне бы хотелось открыты должны быть у вас подписки обязательно чтобы я смог проверить подписаны вы на мой канал или нет и и должен быть комментарий только не просто слово розыгрыш там несколько человек написали ну ладно уже как бы ну что уже сделать желательно чтобы это был комментарий который просто закончился в этом словом розыгрыш а я попробую все это дело с помощью youtube рандомайзера отладить выбрать шесть кандидатов а потом рандомом по рандом орг по моему эта штука называется из шести выбрать того одного единственного кто станет счастливым обладателям победителем если вы следили за всем этим делом и а я думаю вы следили то в принципе уже понимаете да где этот самый победитель где-то тут там как бы без шансов не оставляя никаких шансов джибель вырывается вперед и от потому а потому что а потому что джибель оказались молодцы в плане этой гарнитуры и теперь в плане гарнитуры короче говоря так что мы с вами сейчас сделаем сейчас мы перейдем на вид сверху я вам расскажу про все эти гарнитурки еще раз вскользь подробно я все описал уже пяти выпусках пяти видосиках ссылки на эти видосики будут всплывать по ходу этого видео можно перейти посмотреть уточнить более точно ну как бы да вот 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 же шана вот прежде чем начать тут хочется обязательно сказать об этом вот это гарнитура от sony она почему-то вот сейчас на нее ссылка она почему-то ну то есть она среди народа по улице которые ходят в транспорте по улице специально начал обращать внимание кто с какой гарнитурой ходит вот это реально почему-то победитель хотя по звуку по звуку если вы помните я эту фигню дисквалифицировал на фиг понимаете это не наушники они по звуку фигня вот так происходит дисквалификация на канале алекс дозор они и по звуку фигня и как бы ну то есть еще один тут наушник рукой мы что делаем так как в комплекте у джи беля ну мне все эти наушники за славу друг и подписчик виталий из литвы виталий карасёв из литвы из города клайпена зашло ему большая уважуха вот респект и уважуха честь и хвала и ну то есть как бы они не новые вы все об этом прекрасно знаете и тут как бы всего лишь две пары амбишур для подбора комплект ну там у меня еще лежат переходит вот сюда вот этим явным победителем а эта фигня нам вот что мы с этим делаем все а теперь вот можно как раз поговорить давайте ну что ребята продолжаем это как вы уже поняли остатки от наших этих от нашей дисквалифицированной сони соня соня что ж ты так милая родная так это мы пока отложим нам это понятно почему да все поняли и поговорим немножко об вот это начнем с конца скажем так то есть расставим эти модельки с наихудшей к лучшей поднимемся ну и почему собственно как бы я такие выводы сделал очень сложно было выбрать какую-то худшую лучше потому что это совершенно разный форм-фактор здесь вот допустим вкладыши это внутриканальные здесь в принципе хорошая качество исполнения за счет того что здесь тряпчаный тряпчаная оплетка у кабеля здесь как бы качество материалов намного намного хуже но но если говорить о звуке то тут всего лишь будет стоять выбор о том в первую очередь что вам нужно внутриканальные наушники или вкладыши если вы выбираете вкладыши то понятно как бы это если внутриканальные то вот они samsung а кг а кг но в чем дело эти наушники они нормально они нормально играют нормально в них не хватает низких потому что это вкладыши более-менее нормальная серединка и разумеется особо тут нету никаких этих самых очень в принципе они слушательны мы об этом уже говорили здесь же здесь же много ненужного фаса то есть и такого не очень интересно мне человек писал горит что это один писал что это вы делаете обзор на поддельные наушники что это скорее всего подделка может быть я не говорю что это оригинал я говорю что это вот те наушники которые можно купить на алике оригинал или этой подделка я к сожалению не экспертиза сказать не могу вот речь идет именно об вот такой модельки он ссылочка на нее сейчас вот сейчас плывет на обзоре с коробочком все дела чтоб вам видно было если брать по надежности по материалам тут взял бы я эту если бы по удобству мне нужны вкладыши взял бы я вот эту поэтому вот тут от этого зависит только от этого но на самом деле себе бы я не взял нету нету поэтому давайте так как бы чтобы сильно не гадать эти наушники обе поделят третье место обе обои эти наушники они не очень ну вот на самом деле поэтому туда третье место и тут кому надо просто выбор состоит вкладыши внутри канавки хорошие материалы плохие материалы по звуку мне вот эти вот чуть-чуть вот как бы более более лучше я бы если бы из чистое звучание выбирать я бы ходил бы с вот эти не с этим то есть все третье место поделили между с тобой xiaomi и samsung акв перейдем первому и второму месту мы понимаем да уже уже понимаем амбишуры от sony как я уже сказал переходят в комплект сюда к победителю поговорим о панасонике они занимают честное первое место ой первое господи честное второе место первое оборочка потому что я когда их взял они мне очень понравились ну взял на прослушивание они мне очень понравились тем что они с разными источниками могут звучать по-разному поэтому это наушники с каким-никаким вернее гарнитура с каким-никаким но все-таки потенциалом то есть если использовать ее с более темным источником она подчеркнет и будет играть на темной стороне если взять более светлый источник опять таки я говорю сейчас за цапики которые присутствовали в каждом в каждом обзоре этих всех гарнитур то есть и просто с телефона я не говорю сейчас за какие-то блин усилители сапаусе и и прочее я вот за совсем простые вещи которые ну то есть скорее всего можно будет кто-то будет использовать с этой гарнитуры то есть если это был чип чернтек tpr11 то они играли так интересно на светлой стороне с детальками с приподнятыми вы че если это был лаконак на реалтеке как там 56 86 или 86 56 ну вы все поняли обзор у меня на него тоже есть но сюда всплывашка уже не поместится а сплывашка включат все таки вот на на эту гарнитуру там они играли на более темной стороне с более подчеркнутым басом с более слитной подачей с меньшим как бы количеством деталек поэтому как бы ушки достаточно оказались интересны я от них даже такого тоже нет не ожидал что они так разнопланово смогут сюда показать от источника очень чувствительные наше второе место это вот это вот гарнитура панасоник и переходим к нашему первому месту джебель и вот тут меня действительно удивило то что показать смогла гарнитура если вы помните обзор она уделала некоторые мои самые самые дешевые внутриканальные мониторы будем так говорить китайский ноунэм там и отказы к за еды x были был катки юг и z наушники а к шестые они тоже в плане гарнитуры бессменного кабеля и cvg у них там сама дешевая гибридная моделька но она тоже как бы рядом не стояла с этими очень ссылочка и на этот обзор посмотрите а вот как бы вот эти вот наушники наушники вот эта гарнитура она середина центричная здесь очень хорошо выражена середина здесь хорошая для вот ну для этой гарнитуры для для этой цены для этого форм-фактора ну опять таки даже ну то есть мы сейчас не сверх дорогущие наушники абсолютно то что я здесь услышал это реально достойно здесь хорошая работа на серединка хороший мид бас хороший вокал хорошие щеточки трещоточки вот эти вот перкуссионные инструменты которые еще играют в середине на высокой части середине вы есть и бас ровно столько вот чтобы он не налазил на эту середину ничего не испортил в них есть и вы че которые тоже как бы в меру для того чтобы подчеркнуть общую картинку мы не говорим о каких-то затуханиях каких-то атаках каких-то панчах на всей протяженности частотки на каких-то шлейфах от в чем мы обо всем этом не говорим мы говорим о базовом вот просто есть присутствует и здесь присутствует вы че для приятного прослушивания она не зажата не срезана не закрыта и блины это классно реально очень-очень достойные ушки и это наш как бы победитель с огромным отрывом практически от всего ну и вот достойный вариант тоже достаточно достойный может если по цене будете колебаться и вам подешевле то ну вот как бы по стоит обратить внимание допустим от вот этих вот гарнитур просто отрыв сумасшедший поэтому как-то так вот он победитель давайте теперь пустим нашего пушистого эксперта и посмотрим по его версии какая гарнитур к ему больше понравится ну что вот он специалист широкого профиля только что сбежал по всей комнате ловил он даже сейчас он как бы выберешь ему нравится даже хвост и люки пособирался он и тут может сойти он у меня с плеча спрыгнул раньше таких конечно глупостей не делал но научился ну да нравится нравится ему джебельки очень серьезно только что побыл самостоятельно 15 минут пока ловили теперь сплошная серьезность ну все подписывайтесь на канал участвуйте в розыгрыше и вот они короли короли гарнитур достанутся а кому они достанутся я расскажу я вот обещать не обещаю или в эту субботу или следующую потому что как бы то что будет или через одну потому что для меня это новый опыт буду смотреть заниматься как как это делается чтобы сделать это максимально открыто прозоро и прозрачно и вручить их новому счастливому владельцу пока